Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на моём канале Жизнь на Юге Англии. Меня зовут Галина. И сегодня у меня будет для вас такое видео, состоящее из двух частей. Первая часть я хочу вам рассказать об английской еде в пабах. Моё небольшое путешествие в английский паб. Ну и второе, я хочу сравнить еду в Венеции, когда мы были там, отдыхали всей семьёй. Сегодня у нас пятница, 21 октября 2022 года. И прекрасный погожий день на острове Вайет. Температура плюс 17, солнечно. И вообще в этом году обещают тёплую зиму. Здесь сегодня много рыбаков, как вы видите. И сейчас я с ними тут немного поговорю. Существуют в пабах. Существуют в пабах. Да, у меня есть один. Андрей имеет один в конце. Делают небольшие. Только небольшие. И это на море? Да, вы получите все, что-то. Возвращайтесь в любую вещь. Да. Раск. Сегодня здесь даже музыка играет В моем любимом пабе Я сегодня заказала себе обед Хочу сегодня здесь Помимо кофе Еще что-то себе Попробовать взять Вы знаете Цены очень дорогие Сейчас мне принесут То, что я заказала И я вам расскажу поподробнее А сейчас я, знаете, что хочу вам показать Вот этого чудесного музыканта Или как он называется Тапер, да? Как он прекрасно здесь выглядит Обратите внимание Очень приятный мужчина Замечательный Я попросила Специально для нас Сыграть какую-то Французскую мелодию Вообще французская мелодия Но я не поняла Что это за мелодия французская? Очень колоритный музыкант Правда же Красивый Вот Я как-то растерялась Когда он вдруг у меня спросил Для кого вы снимаете ваше видео Может быть вы хотите что-то специфическое Чтоб я для вас сыграла Я сказала, что Может быть какую-то французскую мелодию И вот что он мне сыграл И не знаю Может быть кто-то из вас На ток музыки понял Что за французская мелодия Я вот к сожалению нет Я теперь даже Вы знаете что-то Засомневалась При такой громкой музыке Услышите ли вы меня? Я хотела с вами тут конечно же Поговорить о мужчинах Английских как обычно О моих встречах Обратите внимание Здесь Сидят Мужчины у нас Одинокие опять Возраста 60 плюс Ну и Сейчас конечно Здесь уже мало людей Потому что Времени у нас Половина третьего Обычно Все приходят пообедать В паб Где-то с часу До До двух До трех Здесь всегда Очень-очень Все занято Это опять же Вы знаете Такие небольшие Я вам рассказываю Выдержки Вырезки Из жизни Англичан Чтобы Опять же Те кто никогда Не был в Англии И те кто никогда Здесь не побывают Представляли Хоть немного Как выглядит Обычная Повседневная Английская жизнь Как одеваются люди Как они проводят Свой досуг Мне кажется Что вам Друзья Это будет интересно Ну и конечно же Паб Старинный Вот так он называется Спай глаз Подзорная труба И здесь Как вы видите Морская тематика Не могу не обратить Ваше внимание Вот на эти Шикарные Астулья Посмотрите Это натуральный Дуб Резные Спинки Резные Ножки Вот там Еще Вот этот Маленький Столик С двумя Астульями Те кто не знает Еще раз Объясню Что это Вот такая мебель Называется Чип и Дейл И она Очень популярна В Англии Это стулья Наверное Где-то Больше Ста лет Ну и вот Что мне принесли Друзья Вы знаете Я Конечно В огромном Разочаровании Потому что Вот эта тарелка Она стоит 18-95 Фунтов Покажу вам В меню Вот такие цены У нас нынче И оказалось Что это Оказалось Что это Кусочек Свинины Вот Они его там Заложили Всеми этими Вообще Ужасно Конечно Когда я спросила Соус Мне и соус Не дали Вот мне пришлось Выбрать Тут что-то такое Что-то попыталась Выбрать Из общего Но Полное Разочарование Сейчас попробую Вам расскажу Скопала я Этот кусочек Свинины Вот такой Вот он Вообще Ничего Не горячее И Да По такой цене Конечно Я имею Большое Разочарование Друзья Зачем мне Такое Огромное Количество Этой картошки Холодной И невкусной Вот эти Кружки Это Знаете Это Лук Ну и здесь Машрум В гриле И помидор В гриле Немножко салата Да Все-таки Я съела мясо Конечно Я съела салат Съела помидор И вы знаете Помидор Конечно Тоже меня удивил Обратите внимание Вот Мысли Мали В ресторане Подавать Вот такие Помидоры Даже не вырезав Из них Серединку Да Друзья Жуткое дело И вы знаете Абсолютно Невкусно Притом Еще холодное Все Я Тут сидела Конечно же Как экономист Прикинула Сколько Это могло Стоить Я все Еще не могу Понять Что это 25 евро Если в евро Переводить Да 25 евро Ну Считайте На русские Деньги Умножайте На курс Евро На настоящее Время Вот смотрите Себестоимость Если брать Вот это Картошка Фри В любом Супермаркете Стоит 1 фунт Килограммовый Пакет Вот эти Вот грибы Шампиньоны Стоят 1 фунт 500 Граммовый Пакет Вот эти Вот ананасы Из банки Ну банка От силы Там Может быть Фунт Ну вот Лук Точно такая же История Фунт За килограмм Что еще Здесь было У нас Салат Салат Такая же История Фунт За упаковку Огромная Ну и кусок Мяса Свинины Наверное От силы 4 фунта Вот Вот и посчитайте Процент Надбавки Чтобы вот Знаете Порадовать Себя Посидеть В пабе Чудесно Пусть там Знаете Музыку Послушать И Вот Вот этот Паб Я вам Показываю Я ушла Оттуда Даже кофе Не стала Там пить Я кофе Попила В другом Месте И Больше Конечно Я Заказывать Ничего Не буду Я буду Лучше Дома Готовить Хотя Вы знаете Вот Опять же Это наверное Было Где-то Месяца 3 назад Когда я Последний Раз Ходила В паб По моему Вам тоже Показывала Уже не помню Я была В Готсхиле И там Зашла Но там Меня Очень Неплохо Накормили В общем Я ворчу И ворчу И Вы знаете В связи с этим Я конечно же Хочу Показать Вам То что Я обещала Вот как Мы Замечательно Обедали В Венеции И В разных Ресторанах Вот давайте Мы сейчас Это все И посмотрим Так Завтрак Как обычно Начинался С кофе И кроссанов Здесь Самые вкусные Круассаны Мы нашли Место Шикарное И Вот Такой Кофе Капучино Вкуснятина Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А это индийский ресторан. Здесь только индийская кухня. Мы специально сюда приезжали поужинать. Вот видите, здесь все так украшено на индийский манер. Очень хороший ресторан. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Магазин в центре, старинный, который расположился в старой когда-то церквушке. Сыры итальянские, сцены, это колбасы, ветчина, бекон, хамон, ну и дальше такое, как у нас оливки. А вот там, смотрите, какие огромные. А это на площади Сан-Марков, кафе. Вдруг неожиданно вышла на сцену оперный певец. Его никто здесь не ждал и не приглашал. Это все из фронта. И вот он так прекрасно спел. Сан-Марков, кафе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ